Девушки отдыхают Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах И вошел как к себе Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься А этот вежливо так спрашивает, нет ли у тебя, бабушка, березовых коры И ягод черемухи или хотя бы несколько угольков Нет, говорю, а вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глопости у людей вы спрашивали Только вижу, что он совсем меня не слушает А все на сковородку пялится, как сорока на ложку Подолжи, говорит бабушка, отдам с утра Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался Ну, сердце-то доброе у меня, вот и дала Интересно, и что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то Но утром вышел только тот, первый господин Закрыл дверь на ключ, сел на коня И только я и видела, и его, и мою сковородку Она старая была, черная, от сажи Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету Может, ты мне подсобишь, золотенький Принесешь сковородку бабушке Сама-то я эту дверь не открою А по правде сказать и идти туда боязно Потому как из-за двери такой смрад бьет Что я думаю, тот, второй, он должно быть там лежать И остался Заказа на сковородку у меня еще не было Ладно, схожу поищу Лучше подожди здесь, на всякий случай Понятно, откуда запах Удушен, горотый Остальное старые шрамы Как у солдата Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего Какие-то документы сожжены почти дотла Некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть А вот когда я сама с собой болтаю Говорят, я чудная стала Вот и бесценная сковорода Только драйанное дочисто Похоже, нашему таинственному господину Нужна была не она, а Сара Чтобы сделать тушь и написать письма Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка Моя? Так ведь она была вся черная от сажи А в эту я бы смотреться могла, если б хотела Только уж годы-то не те Этому господину была нужна именно Сажа Он ее счистил и сделал из нее тушь Видно, ему надо было что-то написать Срочно А другие бумаги срочно сжечь А-а-а А тот второй? Мертв Позови пару ребят и закопайте его за деревней Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли И по-хорошему советую Не говорите об этом деле нильфгардцам Погоди, погоди Тебе кое-что в благодарность причитается Возьми, сыночек, на дорогу Пожарю-ка я себе на ужин си-ка Погоди, погоди